Вот он, вот он, вот он, вот он, вы видите, нет, он прямо просто на глазах вспорхнул Вот это просто чудо Опа, перепорхнул, красавец вообще Ой, красавец, казачок, чернобородый Попробуем, я в одной руке держу камеру Придется стрелять с одной руки, ребятки Так что не обессудьте Мужики стреляют с одной руки Перелетел Фу, можете меня поздравить, ребят Попробуем, давайте Перелетает и прилетает, вот гаденыш Есть Вот это охота, вот это я понимаю Как всегда, туалетная бумага у меня вот по всему лесу Р勿 Режиссер Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет, дорогие друзья, коллеги, подписчики, зрители, все кто меня смотрит, все кто меня поддерживает. Сегодня я в первый раз выбрался на охоту на рябчика. Вообще, такое ощущение непередаваемо. Посмотри какой лес, осенний лес, березы наполовину уже обвалились, листвы уже практически нет. Местами их вообще нет уже листвы. Иду за рябчиком, посвистел уже неплохо так, видел пару штук. Хочу дать пару советов для начинающих, те кто именно специализируется как бы по боровой дичи. И сразу скажу, для тех кто еще начинает, я еще раз повторяю, я снимаю видео для начинающих. У меня стаж охоты очень большой, уже порядка 25 лет. Я могу рассказать кое-что о рябчике. Ну и в принципе, не только о рябчике. Я иду сейчас по пятам рябчика. Здесь он уже пролетал, я его видел. Итак, пару советов. Самое главное, на рябчика не ходить. Ну, самое идеальное. Вот он, красавец, свистит где-то. Самая идеальная погода для рябчика, это ясная погода. Без какого-либо ветра, дождя, снега, тем более. Снег это для него стресс. Первый снег, особенно для первых вот этих маленьких еще рябчиков, которые в этом году еще вывелись. Это самое очень такое для них ужасное. В такую погоду я вам не советую ходить. Потому что кто охотники с опытом, меня поймут. Они знают, что такое сходить за рябчиком, допустим, в ветреную погоду. Он есть. Я не спорю. Он летает везде, его видно. Он пролетает, но непонятно, куда он садится, как он слетает. Этого не слышно. Потому что птица довольно-таки маленькая. И хитрая, я вам скажу. Если он не хочет, чтобы вы его увидели, он реально сделает так, чтобы вы его не увидите. Бывает у него по настроению. Он может бегать только по земле. Вы его на деревьях ищите. Он бегает исключительно только по земле. А бывает по настроению. Он может только на деревьях. То есть с дерева на дерево перепархивать. Птичка очень интересная. Это вам, как говорится, не за медведем ходить. Он очень любит прятаться. Хитрый очень. Рябчик. Добычливая довольно-таки птица. В принципе. Ее добыть легко. Но, я еще раз повторяю, по погоде. Если погода не очень, то вы его просто-напросто будете гонять, гонять, гонять по лесу. И толком не сможете не добыть никак. Ну, там, либо в селок он может попасть хорошо. Сейчас осеннее время. Они в основном бегают по земле. Корм в основном у них по земле. Ягоды. Всякие разные побеги. Рябчик, он вообще... Птичка такая интересная. Хитрый я вот сколько я охочусь. Очень много раз замечал, что он может вас так обмануть, что вы никогда даже не поверите в это. То есть вы подходите к рябчику. Видите, что он на дерево сел. А на самом деле он это дерево насквозь пролетел. Сел на соседнее. А соседнее вы можете ходить там сколько угодно. Он сидит на дереве, смотрит на вас и может даже не улететь. Просто сидит молча и всё. И вы его никогда в жизни не найдёте. Так что... Вот такая вот песня. Такие вот наши доблестные рябчики. Очень люблю эту охоту на рябчика. Вообще просто обожаю. Сегодня я выбрался. Первый раз повторяю. Наконец-то выехал я с вахты. Коронавирус всех уже задолбал. Охотимся сегодня на рябчика. Со мной сегодня... Вот он, вот он, вот он, вот он. Вы видите, нет. Он прямо просто на глазах вспорхнул. Вот это просто чудо. Опа. Перепорхнул красавец вообще. Ой, красавец казачок. Чернобородый. Попробуем. Я в одной руке держу камеру. Придётся стрелять с одной руки. Ребятки. Так что не обессудьте. Мужики, стреляю с одной руки. Перелетел. Фу, можете меня поздравить, ребята. Добыл я в этом году первого рябчика. Блин. Это просто непередаваемое тетение. Камеру держу в одной руке. Крепление вон у меня на голове для камеры такое своеобразное. Кстати, кому интересно, можете попробовать. Ребятки, я хочу вам показать просто реальную охоту на рябчика. Не просто какую-то там стрельбу. А именно, что вот такую, как бы это выразиться, классическую охоту, можно сказать. Просто идёшь спокойно, не торопишься никуда, ничего. Рябчики свистят, всё правильно. Я знаю, что вы здесь. Бывает, знаете, вот просто есть такая фишка. Хочу вот тоже поделиться новичкам, рассказать. Бывает, идёшь полдня просто за рябчиком. Просто идёшь и невозможно подойти. Они просто улетают и всё. Птица рябчик очень, как сказать, как медведь. Она очень любопытная. То есть, когда вы идёте спокойно, бывает, что может свистеть. Бывает, что рябчик может свистеть практически на голову. Бывает такое, что наоборот. То есть, нужно как бы смотреть по обстоятельствам. Я не знаю, с чем это связано, но эта птичка очень любопытная. Я вам скажу. Вот он лежит, смотрите. Вот лежит рябчик. Добыл я свой первый трофей. Я очень приятно удивлён, что я его добыл довольно-таки недалеко от дома. Ещё один свистит. И сегодня я вам хочу порекомендовать. Ну, как бы, сделаю даже прямую рекламу на вот такие вот маночки. Я сам довольно-таки опытный уже охотник на ряба. И делаю манки сам, но попробовав вот эти маночки у друга Александра Миндруля. Канал охота, рыбалка в тайге Коми. Это мой друг. Мы с ним охотимся. Бывает, ну, по возможности будем ещё охотиться вместе. Я у него вот такие маночки увидел. Это маночки чемпион. Вот. Заказал я такие манки. Они мне пришли в течение недели. Я очень рад. Они свистят вообще отменно. Я, знаете, ещё что скажу. Ну, не стоит просто изобретать какой-то велосипед, когда он уже изобретён. Очень красиво всё сделано. Просто шикарно свистит, а. Вот. Так что наберитесь терпения. Я вам немножко сегодня продемонстрирую ещё маночки. Смотрите. Вот манок на лису. Манок на вальчнопа. Вот они, похожие. Смотрите. Всё с веревочками. Всё чинно важно. Всё круто, стильно, модно, молодёжно. Вообще нравится. Я их ещё не открывал. Буду пробовать. Сейчас будет ещё тяга у нас вальчнопа. Лисичка у меня возле дома периодически бегает. Попробуем подманить. Но самое главное. Вот он. Вот он, рябчик. Вот, смотрите. Чернобородый красавец. Очень уважаю эту птицу. Она очень вкусная. Кто ещё не пробовал, обязательно сходите на охоту. Попробуйте. Просто вам советую. Сегодня я его приготовлю, скорее всего, свежепорсольным. Мне там один человек скинул рецепт. Мы это обязательно сделаем. Нужна только грудинка. Вот там рябчик свистит. Сейчас. Вот такой вот чернобородый красавец. Это рябчик. Очень люблю эту охоту. Некоторые заблуждаются. Думаю, что типа ряба очень просто добыть. Допустим. Типа я лучше пойду на медведя и так далее. Но вы для начала попробуйте рябчика добыть. Это, я говорю, вам очень даст большой опыт. Потому что рябчик он маленький. В такой тайге, в лесу, бывает попросту его невозможно разглядеть. Некоторые просто его не видят. Вот с кем я первый раз ходил на охоту, они просто офигевали. Как я его вижу. Но я его реально вижу. Я его прям чую, этого рябчика. Вы попробуйте хоть разок сходите, медвежатники, и попробуйте добыть. А потом уже, как говорится, хвастайтесь, что вы там добыли. С вышки медведя это проще простого добыть. Можно даже с лука. Так что такие дела. Еще раз меня спорим. Вам всем еще раз привет огромный. Давно не был я на охоте. Ну, в общем, погнали. Будем охотиться дальше на рябчика. Сейчас попробуем еще подманить. Ребята, нашел я рябчика. Вот он. Буквально 10 шагов прошел. Вот он, видите, идет. Идет, идет по ветке. Ребята, придется стрелять опять с одной руки. Потому что камеру несу в руках. Попробуем, давайте. Перелетает и прилетает вот гаденыш, а. Есть. Вот это охота. Вот это я понимаю. Как всегда, туалетная бумага у меня вот по всему лесу. Телепается рябчик. Все стильно, модно, молодежно. Очень советую сходить к тем охотникам, кто никогда еще не ходил на эту птицу. Вы просто обалдеете. Так, где ты наш родной рябчик? Так. Сразу и не увидишь. Бывает даже в метре его просто невозможно увидеть. Вы понимаете, это очень такая птичка маскируется хорошо. Кто-то еще выстрелил. Кто-то еще на рябчика охотится по ходу. Либо на утку, потому что я недалеко от реки. Вот он наш родной. Вот честно сказать, да, вот я его еле нашел. Упал в стороне чуть. Несколько берез. Не запомнил сразу, куда он сел. Вот он, наш красавец чернобородый. Вот смотрите, сейчас, вот смотрите, я ложу его на зиму. Это для неверующих. С капюшона достаю второго. Вот он. Смотрите. Это я только что добыл два казачка. Ну, два самца. Вот они чернобородые. Это для тех, кто думает, что я якобы... Я, короче, в прошлом году смеялся, да смеялся вообще. Мне говорили, что я якобы беру какой-то, типа, ну, чучело рябчика, да, и просто подкидываю постоянно. Якобы я его добыл. Ну, это, конечно же, уже вообще абсурд. Ну, ладно. Мне это как бы... Ну, думайте, что хотите. Факт то, что я добываю себе мясо, ем здоровую пищу. Это все с картошечкой, супец. Сами понимаете, бульончик. Это очень шикарно. Так что попробуйте еще раз. Я вам говорю, советую. Особенно начинающим охотникам. Очень советую. Это охота на рябчика, она дает очень большой опыт для, ну, допустим, наблюдения какое-то там. Чтобы в лесу что-то такое мелкое увидеть. Понимаете, вы попробуйте вот в таком ельнике, в котором я охочусь. Это очень сложно бывает. Но возможно. Кстати, маночки эти, чемпион называют, черт повторяю. Ссылка на них будет в описании. Не знаю, изготовитель это или менеджер, но его зовут Алексей. Перейдете по ссылке, ему напишите, просто он вам вышит без проблем. Вот такие маночки. Очень хорошо работают, я просто не нарадуюсь. Блин, где я раньше был, можно сказать. Потом, в дальнейшем мы еще протестируем манки на Вальшнопа и на лесу. Кому будет интересно, конечно же, подписывайтесь. Кому не интересно, проходите мимо, как говорится. Ладно. Все, на этом охоту я закончил. Охота сегодня у меня будет небольшая. В дальнейшем я еще вам покажу охоту на рябчика и не только. Так что, всем пока. Желаю всем здоровья, удачи, как всегда. И до новых встреч, до новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok